Вы бы не представляете, какое поколение сейчас будет расти? Мы уже то поколение, которое сейчас, которое продает свои голоса, голосует за бандитов, голосует за своих, пусть он даже вор и коррупционер, но он же свой. Это же когда-то тоже было заложено в 90-х годах. И как результат мы сейчас это имеем. Не голосовать за достойных, не голосовать за умных, образованных, эффективных управленцев, а голосовать за своего родственника или близкого, или того, через которого можно потом трудоустроиться, даже если ты не соответствуешь занимаемой должности. Понимаете, это вот этот кыргызский улыб. Мы с 20 века, вместо того, чтобы перешагнуть в 21 век, мы сделали шаг назад в 19 век. Мы сейчас переживаем некий феодальный строй. Я думаю, что Кыргызстан должен пройти все стадии кризиса. Народ сам тоже это все должен... Желудок уже, когда будет пустой, и не будет денег на то, чтобы покупать еду, в этот момент мозги начнут работать. Видимо, судьбой нам уготовано, что мы должны пройти все эти этапы, чтобы потом за 2-3 тысячи сомов этот придурок не продавался голос. Потому что это же все взаимосвязано, есть причины и следствия. Если они голосуют за тех людей, которые используют власть для собственного обогащения, эти люди не будут думать о обнародии. Эти люди будут думать о том, как даже в условиях дефицита воды себе больше воды загнать, а с остальными хоть банкротиться, хоть что с ними, хоть умрут. Условно, Матраимов украл огромное количество кур, и оттуда 100 яиц взял и положил в бюджет, и потом еще 100 яиц раздал разным людям благотворительность через фонд. И вот эти голодные люди, которые вот эти несчастные яйца получили, они хлопают в ладоши и говорят, вот, красавчик. И мы получаем искаженное представление о нормах, и подрастающее поколение понимает, что, слушайте, зачем заниматься бизнесом, если бизнесменов сажают? Зачем надо идти на таможню, много, очень много воровать, потом, чтобы часть вот этого, чуть-чуть вот, огрызки какие-то скинуть, и потом быть героем нации.